Портрет фронтовика в руке, Георгиевская ленточка у сердца. В День Победы акция «Бессмертный полк» объединила сотни тысяч человек в России и по всему миру. В строй встают по зову души. Это мой папа, Ланчинский Степан Петрович. Он попал на фронт в 16 лет со школьной скамьи. Прошел Великую Отечественную, был даже в Краснотоне. В свое время рассказывал моему классу о том, как все там были события. Его награждали орденом второй степени. В Красногорске возглавили шествие по Волоколамскому шоссе действующие военнослужащие из Нахабинской части. Следом сотрудники МЧС. Юные патриоты несут два огромных полотнища – Знамя Победы и Флаг России. В строю и родственники участников войны – наследники Победы. «Прошел всю войну от начала до конца. Вывозил раненых. Дошел до Берлина. Получил медаль за отвагу. У нас много было медалей. К сожалению, сейчас мы не с нами. Мы им очень гордимся. Но так получилось, что мы не успели с ним познакомиться раньше, чем мы родились. Но мы его помним, знаем и почитаем». Вместе с красногорцами в колонии бессмертного полка прошли и губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава округа ради Хабиров. На штендерах лица – солдат, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников и детей войны. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. В этой акции в Красногорске участие приняли рекордное количество человек – 20 тысяч. Шествие прошло по главной улице города до стадиона «Зоркий».